18 тонн воды на троих в течение одних суток. В Уфимском аэропорту Водная Арка встретили три новых рейса, которые теперь будут выполнять регулярные перелеты из башкирской столицы в Анталию и Новосибирск. Перевозчиков ждали не только пассажиры, но и уфимские споттеры. Кто они и почему каждый новый самолет вызывает у них бурю эмоций, узнал наш корреспондент Азат Садреев. Две пожарные машины за минуту выливают на самолет 6 тонн воды. С бортом все в порядке. Такой своеобразной торжественной аркой Уфа встречает новых перевозчиков. 18-летний Иван Галибин. Самый молодой профессиональный авиафотограф Уфы. Несмотря на возраст, имеет 4-летний стаж. Однако до достижения совершеннолетия ему в целях безопасности запрещали выходить на взлетно-посадочное поле. Приходилось ловить кадры из-под забора. В детстве, когда я первый раз полетел на самолете Ту-154, меня пустили в кабину пилота. Вот тогда я влюбился просто в авиацию. И вот с этого момента как-то... Раньше как-то не ездил к аэропорту, а вот в 2014 году съездил один раз. И понравилось наблюдать за посадками воздушных судов. В Уфе профессиональных споттеров или авиационных фотографов не больше дюжины. Одна из них – Аделя Габитова. Девушке приходится часто летать. И в каждый полет она берет с собой фотоаппарат. Уникальные кадры ей удается поймать и на земле. Самым ценным считает момент посадки в Уфимском аэропорту борта номер один, на котором прилетел Владимир Путин. Нужно ловить момент именно там, чтобы фотография, например, не размазалась. Вот. И а так все приходит с опытом. И с годами все больше хороших кадров получается. Водяной аркой или, как ее еще называют, аркой Триумфа в Уфе встречают либо новые авиакомпании, либо новые рейсы. Впервые в столь торжественной обстановке в столичной воздушной гавани принимали именной борт, названный в честь народного поэта Башкортостана Мустая Карима в октябре прошлого года. Турецкая авиакомпания Atlas Global начала регулярные перелеты между Уфой и Анталией. Airbus прилетел забрать первых пассажиров. Провожали их тоже в торжественной обстановке. Пока авиафотографы ловили удачные кадры на рулежной дорожке, в международном терминале жители республики провожали горячим чаем и восточными сладостями. Данный перевозчик планирует выполнять 15 рейсов в неделю. Завтра у нас еще один новый турецкий перевозчик, компания Anur Air. И в совокупности эти два перевозчика как минимум на 30% поднимут количество перевезенных пассажиров. В пиковый сезон мы планируем обслуживать порядка 8 рейсов в Анталию ежедневно. Расширилась и региональная маршрутная сеть уфимского аэропорта. К двум авиакомпаниям, выполняющим полеты из башкирской столицы в Новосибирск, присоединился еще один крупный перевозчик. Прямой рейс первым оценил сибиряк Артур Сидоров, который прилетел в Уфу в рабочую командировку. Летел ямальскими авиалиниями через Нижневартовск. Получается, там была пересадка и уже оттуда в Уфу. Короче, такой крюк получается. Летел в командировку по работе, в мосте. А сейчас вот получается прямой рейс из Уфы в Новосибирск. Здорово. Прямой рейс, который теперь связывает Башкортостан с Сибирью и Дальним Востоком, стимулирует и деловую активность, говорят представители аэропорта. Развитие авиационного сообщения между крупными транспортными узлами ускорит процесс инвестирования в регионы. Самолеты авиакомпании будут вылетать из Уфы до Толмачева по средам и воскресеньям в час 05 ночи по местному времени. У компании целая сеть стыковок менее 6 часов, которые хороши как по ценам, так и по времени ожидания, так и по направлениям. Поэтому мы, конечно, очень надеемся, что данный рейс получит необходимую загрузку и будет жить. В зависимости от количества пассажиров, авиакомпания может предоставить борта различной вместимости. Например, вот этот Embraer рассчитан на 78 человек из Новосибирска в Уфу. Он летел 2,5 часа. Раньше крюк через Москву составлял на 4 часа дольше. И это только полетное время. Учитывая пересадку пассажиров, общая экономия составит свыше 5 часов. Для Ивана водяная арка стала дебютной. Споттер надеется, что в ближайшее время столичные воздушные гавани откроют еще несколько новых направлений. И у него появится повод вновь приехать сюда. Азад Садрев, Азад Петров и Рустам Сайфулин. Итоги недели. Международный аэропорт Уфа.